Здравствуйте! Давайте посмотрим, как будет себя вести биткоин на следующей неделе. Прямо эта неделя была такая интересная достаточно. Давайте, в следующей неделе. Упс. Ну вот, карта получается, что у нас. Паш. Мечей. Защита. Год под защитой находиться. Так. Смотрим, в следующей неделе. Что же дали биткоин? Биткоин. Ну вот. Что у нас? Раз, два, три. Деньги хорошие. Сначала будет какой-то здесь обман, ложь и воровство. Над никого джадина, дурак, юстиция, сила, и будет свои деньги охранять. С рыцарем мечей. Ой, не рыцарем, а король мечей. Король мечей. Так, что у нас? Какая картина? В общем, не столь плоха. Ну, вероятнее всего, здесь в начале недели будет какое-то одурачивание людей. То есть по дураку. С каким-то обманом и, может быть, даже воровством. Ну, а потом повеститься будут какие-то предложения повеститься. По силе будут очень хорошие положительные новости, такие эмоциональные. И непосредственно король, там кит, король пентак, монет, кит, будут стоять и охранять свои рубежи. Так, вот так вот. Такая картина. Давайте старшие арканы посмотрим, что у нас по старшим арканам. Так, что у нас? По дураку у нас будет какой-то праздник в доме с одурачиванием, с обманом. Ликование в начале. По юстиции, по законам сила какая-то выйдет. Сила, потенциал, потенциал, собственно. И здесь будет по силе действовать какая-то королева с черной кошкой. Мягкая сила. Каким качеством? Ну, что-то по деньгам будет какие-то эти силовые воздействия на уровне финансов. Какая-то статичность, вероятнее всего. Но картина неплоха, кроме вот этого. Дурак, может быть, приведет рухарию в праздник хомяков. По дураку надо быть очень аккуратным, потому как... Сейчас они начнут его разгонять. И большое количество засадят на условных хаях. Да. По юстиции, по законам, будет какой-то потенциал какой-то, связанный с законодательством. Видимо, наверное, с фото ВСФ, который никак они там не могут принять. Никак не могут принять. Так, смотрим. Перспективы какие будут. В другой колоде. Давайте посмотрим. Ну, конечно, уже все, кому надо было, тут в ланге вошел на 25 долгосрочники. А так, короткосрочные спекулянты. Лонг. Лонг позиция. Аккуратно, лангисты. Но будет потенциал. Так, на дне колоде у нас кто? Дам с кошельком. Четверка монет. Будет крепко держать свои деньги в руках. Да ну, а что по башенке? Потенциал будет хороший для лангистов. По башне будут все-таки, ну, будут какие-то вот известия, такие будоражащие острые. Скандальные даже. С королевой мечей. Все-таки будет там какое-то подбревание по башне. Но потенциал все равно останется. Далее шорт смотрим позицию. Потенциал для ланга все равно даже вот с этими предвиденными обстоятельствами будет. Для шорта иллюзий много. О, шортистов будут каким-то известием. Ну, по какому-то выбору брить. Здесь ланговая позиция, она, в общем-то, неплохо смотрится, чем шортовая. А что у нас в дно? Давайте посмотрим дно. Ну, будут в связанном состоянии, вот она подсказка. Все-таки в связанном состоянии будут коплинники шортисты. И здесь очень аккуратно с карты семерка мечей. Это будет воровство, обман. И очень много иллюзий будет для шортистов, чтобы влететь в шорт. Давайте посмотрим, ну, как говорится, лонг не шорт, что она не прогуляешь. А давайте посмотрим, допустим, какие будут известия и принятия спутовой ETF. Ну, тут уже все ясно. Нет. Давайте зададим такой вопрос все-таки. То есть золото и биткоин растет. Является ли дефляционным инструментом биткоин? Вот, вот какой вопрос. Угу, покарно. Страшный суд, монеты. Обман какой-то, иллюзии большие. От короля. Похож на этого. Да, деньги положенные, как это соглашение. Разорение небольшое. Кокон. Затянулся. Одна мелочь выходит. По страшному суду. То есть потенциал хороший. Монеты. Борьба. Подшильник. Вот знаете, здесь все-таки показано то, что нет. Все-таки это чисто спекулятивный инструмент. Ну, как дефляционный. Подшильник. Да, он хороший инструмент. Для тех, кто на дне зашел. На лаях. Вот. Но все-таки страшный суд. Это кармическая такая карта. То есть это уже подсчет каких-то вот этих вот темных камней. А вот они все темные и светлые камушки. Светлый камушек. Светлый камушек. Темный камушек. Темный камушек. Ну так, нейтральный. Нейтральный. Светлый. Светлый условно. Сейчас почитаем камни. Так, этот камушек у нас. Темный камушек. Это так себе. То есть не то, не сё. Темный. Так, светлый. Светлый. Протенцы. Темный. Темный. Светлый. 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 Не так, нейтральный. Полосатый. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Где-то половина на половину. Да, 50% по страшному суду. Ну, отшельник, в принципе, финансово, он будет очень долго ползти. Там есть внутренний свет. Это хороший выбор, это мудрость в любом случае обозначает сама карта. Но для финансов это не особенно так это благоприятно для финансов. Но она не негативная карта. Если брать в эзотерическом плане отшельника, и негативная, это всё-таки движение к свету, к энергии, к свету. Видите, восходящая лестница наверх. Всё. Спасибо. Всех благ. Мирного неба, здоровья. Профита.